Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня такое занятие, можно сказать, такое видео, которое посвящено тому, как сделать правильную фотографию для участия в розыгрыше лотереи Green Card, для того, чтобы подать вашу заявку. И у нас сегодня основной докладчик. Так, представляйтесь, основной докладчик. Здравствуйте, меня зовут Тимофей, живу в Запорожье, Украина, женат, двое детей, работаю фельдшером на пожарной части, сам закончил магистратуру по компьютерным системам и сетям, но по специальности уже не работаю. Вот, как-то так. Много лет проработал дизайнером фотолаборатории. В чем заключалась работа? Я, кроме фотографий, еще печатал фото на документы. Кроме были и фотографии на Green Card. То есть, вам приходилось делать фотографии на Green Card раньше, на лотерее, в смысле, участие? Да, огромное количество штук. Отлично. Сколько бы ни делал, как бы никогда не было никаких вопросов, никто не приходил к нам с жалобами, со скандалами, что вы нам неправильно сделали. Выигрыши были на вас, с вашими фотками? Я не знаю, люди хвастаться тоже не приходили. Так. Хорошо. И скандалов тоже. Хорошо. Тимофей, значит, у меня есть имейл Тимофея, я дам его в описании к видео. И если, скажем, какая-то помощь будет нужна, значит, на волонтерских началах Тимофей вам попытается помочь, хотя он, в общем-то, ограничен во времени, поэтому, если что, значит, не обижайтесь. Но он будет отвечать на вопросы под нашим видео. Я надеюсь, что, в общем-то, все будет ясно. И с чего начнем? Ну, наверное, нужна часть того, что люди могут обратиться просто в отелье, им там уже и подготовят фото на документы, и грим-карты в том числе, и там и сфотографируют. Но, во-первых, отелье бывают разные, и специалисты разного класса в них работают, и очень часто бывает неправильно подготавливают сам файл. Может быть, там на 2 мм выше, на 2% больше голова, и уже фотографии не годятся. Поэтому я считаю, что кроме того, что это позволит очень много сэкономить денег, можно самому попытаться реализовать эту фотографию. В принципе, там ничего сложного нет, и мы сейчас это докажем. Я только хотел, может быть, вставить такие слова, что неважно, пойдете вы в отелье или начнете делать сами, исключительно существенно, чтобы вы познакомились с правилами, которые есть для фотографий, потому что если вы не будете знать правила, вы и сами не сделаете, и у того, кто в отелье работает, тоже возьмете непонятно что. Поэтому очень важно с правилами разобраться, они довольно простые, с картинками, понятные. Мы сейчас увидим, правда? Да, сейчас все на примерах рассмотрим. Фотография на грин-карту, она не отличается от фотографии визы США практически ничем. Только что она подается в электронном виде. А фотография визы США, она печатается 5 на 5 см. Поэтому, перейдя на сайт департамента, можно посмотреть, как и требования для фотографии, какие они должны быть. Здесь большое описание. Но сейчас я покажу способ, с помощью которого вам, в принципе, этого ничего не нужно знать. Но можно еще начать с помощью утилиты PhotoTool, которая находится тоже на сайте департамента. И эту страницу лучше открывать с браузера Internet Explorer. Потому что с многих других она будет не работать. Вы будете нажимать, он будет вам предлагать сохранить объект, который работать у вас не будет. Поэтому... Это вы сейчас кнопку Start PhotoTool нажали. Да. И это надо делать, желательно делать в Internet Explorer, или... Это обязательно это же делать в Internet Explorer. Кстати, и заявку на грин-карту тоже департамент рекомендует заполнять в браузере Internet Explorer. Потому что сам сайт адаптирован изначально под него. Но не Edge, да? Потому что это более новая версия. Нет, 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 нет. Просто Internet Explorer. У кого есть? Хорошо. Значит, вы воткнули туда URL. И вот, значит, мы в браузере Internet Explorer оказались... Мы, Microsoft Internet Explorer оказались вот на этой страничке. Хорошо. Ссылку на ссылку тоже, наверное, будет в описании, чтобы люди могли ознакомиться. Там какой-то звук такой, как будто по металлу пилой. Это... Нет? Вы не слышите? Я не слышал. Ага. Это может быть от нашего звучания, там, какая-нибудь петля обратной связи. Ну, хорошо. Так. А он у вас постоянно, этот звук, или только во время просмобора? Периодически возникает. Ага. Хорошо. Идем. Ну, перед тем, как переходить к фототулу, надо сначала посмотреть, как должна выглядеть фотография, что на ней может быть размещено, чего лучше избегать, а чего категорически нельзя делать. Только что, вот чуть-чуть выше, только что было написано, что начиная с 1 ноября 2016 года, значит, очков нельзя иметь для фотографии. Да, фотографии с очками, анкеты будут дисквалифицироваться. Хотя на старых образцах, вы можете наткнуться где-нибудь, нагуглить, там будут люди в очках, так больше делать нельзя. Да, да. Там может быть написано, что это приемлемая фотография, но это уже не так. Ниже тут есть форма, здесь есть несколько разных подгрупп, и в каждой из них приведены примеры, фотографии, которые приемлемы и которые не годятся. Например, фотографии вот этого мальчика, она соответствует всем требованиям, и вот здесь стоит зеленая галочка. При том, что раздел называется, значит, тень и освещение, и мальчик явно так справа подсвечен, у него слева тень, но как бы ничего, да, то есть как бы незначительная тень. Да, да, вот еще кроме всего, важно начать с правильного самого файла. Необходимо правильно сфотографироваться. В принципе, в домашних условиях вы тоже сможете это сделать, но я все-таки рекомендую просто обратиться в ателье, и чтобы вас просто сфотографировали. Вам не надо объяснять для чего, вам не надо ее редактировать, эту фотографию, ретушировать, обрабатывать в фотошопе, даже не то, что не надо ее, нельзя этого делать. И это будет стоить минимальное количество денег. Например, в Украине в Запорожье сфотографируют вас в ателье за 15 гривен, и саму фотографию скинут вам на флешку. Там оператор сделает штук 15 кадров, вы выберете, который вам нравится, и все. И уже с этим файлом вы придете домой, и сами будете его обрабатывать. Потому что, например, если вы сразу скажете, что вам нужна фотография на гринкарту, и это будет стоить, например, 70-100 гривен, а если у вас там 7-4 человека, то, соответственно, это уже там 300-400 гривен. То есть они просто как бы коммерчески понимают, что человеку нужно и так далее, и просто больше денег берут или что? Или там работа какая-то вовлечена? А там они сделают все то же самое, что и мы сейчас будем делать. Они просто обработают фотографию, подготовят и дадут вам не тот сам оригинальный файл, который вас сфотографирует, а уже обработанный, ужатый до необходимых размеров. Что на самом деле можно сделать самому с помощью того инструмента, который есть на сайте госдепа. Даже я думаю, что это необходимо сделать, чтобы просто разбираться в этом, и чтобы, бывает, люди не вникают и обращаются в одно ателье, и оно каждый год делает, 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 а там делается с ошибкой. Да, там может быть вполне такое. И человек каждый год отправляет фотографии, и каждый раз, например, ракета дисквалифицируется, дисквалифицируется, он даже об этом не знает. Давайте, знаете, что сделаем, Тимофей? Давайте возьмем вот того мужчину сверху, который со знаком стоп, следующий. Да, например, я хочу показать ребятам, что вот этот веб-сайт, он как бы объясняет очень подробно, чем не подошло. Он говорит, неприемлемо, да, фото не выдержано, то есть там слишком темное. Вот он объясняет. И дальше говорит, тип такой, да, он говорит, фото должно не быть передержанным или недодержанным. Значит, подправь свою камеру, экспозицию на своей камере или используй дополнительное освещение. То есть вот вы видите не просто вот что-то, чего не годится, а вы видите, почему не годится. И, в общем, это очень удобный, очень полезный тул. И я даже не знаю, кем надо быть, чтобы, скажем, ну, запутаться здесь. Да, здесь просто просмотрев примеры фотографий, уже можно в голове составить общую картину того, какая фотография годится, а какая не годится. Да, в таких случаях, если вы фотографируете сами, да, не в ателье, например, вы вышли в ателье, там два зонтика, софтбокс, внешняя вспышка, качественный фотоаппарат. То есть если вы дома хотите фотографироваться, то вот такие советы ему нужно позволить, помочь сделать правильную красивую фотографию. Давайте, знаете чего, пойдем посмотрим на вот там, где третий снизу, потому что много вопросов про женщин с сережками, например. Да, тут есть сережка, а вот она здесь, ну, а сейчас, секундочку, где-нибудь в другом месте. Вот. Тут были, были девочки с сережками, я помню. Вот сейчас будет. А вот самая верхняя, да, у нее там большие такие. Дорогружается, да. Шикарно. Это, кстати, не одна фотография с премьером, которая подходит, и там есть серьги. Ну, как бы, серьги, они не закрывают часть лица, в крайней мере, на это фотографии, поэтому... Ну, в любом случае, вот, как говорят, можно немного улыбаться, да, можно нанести там косметику, можно там распушить волосы, но я рекомендую избегать всего этого. Я считаю, что на именно эту фотографию, на грин-карту, да, там, это же не на свадьбу фотография, здесь можно обойтись минимумом, то есть снять серьги. Ушки, ушки, ушки показать, не закрывать волосами. Ушки, показать уши, вот видите, как на этой фотографии, женщина, она заплела волосы сзади, и все, и уже вопрос по поводу, открыты у вас уши или нет, он отплывает. Потому что несколько лет назад еще, это было обязательное требование, чтобы уши были открыты. Сейчас, на некоторых примерах, я вижу, что фотографии годятся, где уши, как бы, закрыты волосами. Да, да, есть такие. Чтобы не улыбаться, нанести минимум косметики и заплести волосы сзади. И еще не делайте вот такие прямо, сейчас я покажу, как она может выглядеть. Вот такие причеты тоже не делайте, потому что видите, какая сверху куча волос. Букли такая. Да, отсчет расстояния вашего размера головы, начиная от верхней точки, включая волосы. Поэтому с такой прической у вас голова просто даже будет меньше на фотографии, чем должна быть, чем могла бы быть. Так, можно заплетить сзади волосы ровно, без всяких ухищрений. Давайте глянем, знаете, что, вот там, где дети, внизу, самые нижние, потому что очень много вопросов про деток, как их снимать, особенно вот такие груднички, там, такие совсем маленькие. То есть вот эта фотография, в общем-то, нормальная, видите? И я хочу тоже подчеркнуть, что вот там, где нижняя часть, текст, нижний текст, там, где фотоаппарат нарисован, пишут, да, вот этот текст там пишет, допустимо, если младенчик, значит, глаза младенчика, особенно вот только что родившегося, не открыты или не полностью открыты. То есть даже если закрыты глазки или чуть-чуть прикрыты глазки, допустимо. Вот это, я думаю, что это ответит на многие вопросы, которые люди задают. И видите, он даже не такой прямо, вот он немножко бочком лежит, правда? Он так, голова повернута. Правда, ну, детям, насколько я вот уникал в эту тему, к фотографиям детей много, как бы, уступлений, да, не сильно к ним придирается, по большому счету уже. В консульстве, насколько я знаю. А вот девочка ниже, смотрите, с кирпичом, да, вот это, пишет, что слишком темное фото, волосы бросают тень на лицо, и пишут, значит, убедитесь, что волосы не закрывают лица. Не только тень не бросают, но не закрывают лица, то есть не уши, то есть про уши они говорят, но лицо. Волосы не закрывают, то есть открытый лоб фактически, так получается. И девочки с сережками, правда, девочки с сережками маленькими? С серегами здесь много будет фотографий, и про сереги не написано ничего. Если, конечно же, у вас там они не слишком гипертрофированы, да, как в разных там национальностях, может быть, в Африке, которые там огромные плямбы висят. Кольцо в нос уже бы не пошло, закрывает лицо. Да, и даже в правилах написано, если вы, например, моряк или офицер, и фотографируетесь в своей форме, то вы должны фотографироваться без головного убора. Ну да, так меточка, а там же есть правило про шляпы, да, видите, одежда, шляпы и волосы, вот третий снизу, то есть там прямо сказано про шляпы что-то, ну-ка. Может быть, вниз стрелочку, то посмотреть, что там еще есть, вот кроме этих четверых, если есть. Нет, не листается, да. Не листается, да. Но шляп мы не видим, шарф на ней, да. Да, да, здесь шарф, на этой фотографии он недопустим, потому что он закрывает часть лица, щеки. Ну, и здесь же уши тоже, он не прикрытый, но про уши здесь, как бы, нигде не говорится. Поэтому, наверное, правила такого с ушам уже нет. То есть, например, девочки, которые в хиджабе ходят, они-то просто не могут реально сфотографироваться, надо, чтобы лицо было открыто. Да, чтобы хотя бы, ну, я думаю, так разрешено даже по их религии, в принципе, многие ходят. Ну да, да. Здесь, конечно, это может быть слишком преувеличенные примеры, но наглядные. Драматизация какая-то происходит. Ну да, да. Очень большая тема, очень большая тема в обсуждениях, это чего можно править, чего нельзя править, каким инструментом можно править. Давайте вот зайдем, раз, два, три, четыре, пятый снизу, да. Цифровые изменения. Значит, вот этот человек, ему порезали голову. Да, скорее всего, эта фотография была или не на белом фоне снята, или там на фоне парохода, например, ну, человеку вот нравится и все. И он таким способом не умело вырезал, племянника попросил какого-то, а то ему подготовил. И такая фотография не годится. Там написано почему-то. Ну-ка, давайте глянем. Значит, ну, не что, бэкграунд у него порезан. Используя какой-то такой, значит, инструмент, изменена линия головы, лица и шеи. И очки тоже нельзя. То есть, мало того, что он еще и в очках. Так, значит, пишут, что решение какое, значит, делай свое фото, значит, на белом или таком почти белом, близком к белому бэкграунде, очки убери. Ну, хорошо. То есть, как-то они видят, что бэкграунд стал белым. А, иначе бы голову не порезали, правда? Да, вообще фон. Если человек сворачивался на однотонном фоне, то этот фон можно убрать настолько качественно, что никто не определит, какого цвета там в итоге был фон. И я думаю, к этому, к каким фотографиям, может быть, и не будет никаких вопросов. Ну, здесь же очевидно, что фон менялся, убирался, и он даже зацепил, как бы, голову. Давайте нижнего. Вот его же только ниже. Вот он, девочка там, идеальная, хорошая девочка. Тут его вытянули. И здесь, кстати, она и с сережкой, и с волосами, которые закрывают уши. Кстати, тут волос немного закрывает лоб. И тоже ничего. Да, да. Ну, я советую, как бы, максимально все спорные вопросы убрать. Прическу, заколоть, переги снять, усы сбрить, макияжа минимум. И тогда у вас меньше будут, как бы, может быть, и меньше переживать. Правильно, правильно. Так, вот с дяденькой что там? Да, это фотография, и она тоже, очевидно, убиралась, редактировалась в каком-то фоторедакторе неумело. И в итоге сместились пропорции человека, что, конечно же, не допустило. Женщина, вот там, ниже его, что с ней не так? Ой, красные. Да, да. Здесь фотографировали со вспышкой, встроенной в фотоаппарат или в телефон. И, кроме того, что она сидит, как бы, да, там, по поворотам, еще и красные глаза. Вот, все-таки, тут очень интересная, я считаю, информационно очень интересная запись, в скобочках, там, ниже, да? Вот, можете, там, я не знаю, можете его как-то взять в селек, чтобы оно беленьким стало. Значит, они пишут, что, значит, можно убрать, уберите цифровым путем, уберите эффект, значит, красного глаза, или сделаете новое фото, и в скобочках пишут. Это единственное изменение, цифровое, которое разрешается делать на паспортных фотографиях. Единственное. То есть, это, на самом деле, в частности, говорит, что никаких других нельзя. И в правилах, кстати, об этом, по-моему, не говорится, я уже не читал. И именно про эффект удаления красного глаза, единственное, как допустимый, не говорит. В правилах не говорится. Говорится, вообще, не трогай лицо. Да, да. Но вот там тема, мне убрали прыщик, мне там, я не знаю, родинку убрали и так далее. И вот мое такое сугубо личное мнение, не трогай. Вот сказано, не трогай. Больше того, сказано, кроме красных глаз ничего больше нельзя. Вот я бы, вот это отвечает на вопрос о родинке и о прыщике. Да, ну, я бы в этом случае даже бы усугубил, я бы даже просто сказал бы, перефотографирую себя без вспышки. Во-первых, и фотография будет значительно качественнее. Например, если взять вот эту девушку, это фотография с рассеянным светом. И фотография получилась объемная, красивая, равномерно освещенная. А здесь вспышка, во-первых, слишком такой контрастный свет, она пережженная, фотография за нее выровнена, никакого объема, еще и красные глаза. С точки зрения вот помады губной она не перебрала? Вот я советую минимум вообще использовать. Эта фотография, она не будет висеть у вас там в коридоре, на нее все будут смотреть. Это фотография для консула, для офицера США, который, ну, серьезный человек, ему не нужно смотреть на ваше украшение. Ну, все-таки помады, помады. Она не перебрала? Я думаю, перебрала. Я думаю, лучше вообще без, как бы, без помады, без всяких других украшений, фотографироваться. И лучше просто перефотографироваться, не убирать красные глаза. Просто такую фотографию даже не рассматривать. Тимофей, давайте пойдем в этот инструмент, который там есть на сайте лотереи. Вот то, что вы говорили, что надо выпускать в интернет-эксплорере. Вот этот вот. Давайте мы его запустим и посмотрим, как вот пошли мы в фотоателье, заплатили там, не сколько вы сказали, там, 15 гривен. Взяли файл и дальше мы должны его, значит, сделать 600 на 600, значит, этих пиксел. И нам говорят, вот пользуйтесь нашим тулом, потому что люди боятся. А если я буду резать файл, чтобы было 600 на 600, не будет ли это расценено, как то, что я вот чего-то там такое модифицировал. Поэтому у нас есть тул, они говорят, режьте нашим тулом. Мы хотим резать их тулом. Давайте вот посмотрим, что получается. Да, фотографию можно обработать огромным всевозможным количеством программ, чтобы она подходила под все необходимые требования. И это можно делать с помощью фотошопа и других разных программ. Но очень самый простой способ это использовать этот инструмент. И это здесь сказано, что выберите фотографию вашу и разместите ее так, чтобы ваша голова была между двух овалов. Вы видите здесь два овала. Один это минимальный размер головы, а наружный овал это максимальный размер головы. Ну вот волосы вышли за пределы, как бы нормально получается. Волосы вышли за пределы, да. Но опять же советую этого избегать, потому что... Почему? Потому что возможно не человек рассматривает фотографии, допустить их, не допустить. Возможно какая-то программа анализирует. И вот она смотрит, что в этом месте, вот эта точка, она не белого цвета, например, она черная или коричневая. И она считает, что эту фотографию нужно забраковать. Может быть и такое. То есть береженого бог бережет. Такая логика. Да. Я советую, что лучше просто заплести косичку сзади и потом целый год не переживать, допустили вашу фотографию или нет. Итак, три кнопки. Выбрать файл, обрезать и сохранить. Идем выбирать файл. У вас там было. Отлично. Давайте это... Вот ваша фотография. Если вы сфотографируетесь... Здесь сфотографировали вертикально. Но я советую фотографироваться горизонтально. Почему? Потому что если вас сильно приблизят на фотографии, то может быть вот такая ситуация... Вот как здесь. У него сильно обрезаны плечи. И если вы будете компоновать ее в необходимый размер под 600 на 600, плечи зайдут внутрь фотографии и будет как белая полоса справа, белая полоса снизу. А это не запускается. И с помощью даже этого элемента, фототул, он вам даст ошибку, он не сохранит даже вот такую фотографию. Поэтому фотографируйтесь горизонтально. Ну, здесь так сделаем. Ну, давайте возьмем мою горизонтальную фотографию. Вам повезло, вы с горизонтальной. Да, возьмем мою горизонтальную фотографию. И здесь, кстати, тоже небольшая ошибка. Я выбрал белый свитер. Я советую ему тоже избегать, чтобы он не сливался с фоном. Не брать какой-нибудь, может быть, темный, коричневый, синий, но не сильно яркий, без надписей. Во всяком случае, этот тул позволяет оставить нужное пространство над головой. Потому что вопрос, сколько оставить, а вот столько и отставь, чтобы туда попасть. Это неплохо. Это снимает некоторые вопросы. Да, да. Не стоит делать ее слишком маленькой, например, чтобы она была под размер чисто минимального. вала. Просто поместите его там приблизительно вот так. То есть между. Да, если вы будете фотографироваться в таком свитере, как я, то воротник разверните, чтобы была видна шея. Ага. Потому что, возможно, это тоже прикроет вам подбородок где-то на фотографии. Да, вы этого не заметите, а там этот сантиметр сыграет, и будет казаться, что фотография как бы не один. Хорошо. Так, давай. Фотографию можно здесь повернуть только на 90 градусов, чуть-чуть направо, чуть-чуть налево, ее здесь нельзя повернуть. Есть разные другие онлайн-сервисы, которые позволяют значительно шире диапазон возможностей. Но мы их не будем рассматривать, но их легко найти в Google самому. Хорошо. И даже в комментариях к вашим видео там много подписчиков ваших оставляли ссылки на такие сервисы и ресурсы. Ну, если они оставят ссылки под этим, то мы им скажем спасибо. Хорошо. Просто люди спрашивают, а можно ли пользоваться какими-то внешними? Потому что они думают, а вдруг я внешним воспользуюсь. Я бы сказал так, если можешь пользоваться вот этим, который мы сейчас рассматриваем, пользуйся этим. Если не можешь, тогда уже, может быть, переснять фотку, я не знаю. Единственное, почему я думаю, человек может не воспользоваться вот этим сервисом, который предоставляет сам департамент, это потому что они просто в хроме или в Mozilla Firefox открывают эту страницу, и у них этот фототул не работает. Ну, мы предупреждили. Мы предупредили. Поэтому какие могут быть здесь сложности возникнуть, я не представляю. Разве что у вас некачественная фотография изначально. Она неровная, и здесь сложнее это все устранить. Тимофей, у меня чешутся руки нажать кнопку crop. Да, нажимаем crop, и вверху над фотографией вы можете видеть текст crop image, 600 на 600, 45 килобайт, формат gp. О, то есть вы сразу видите по размеру, файл подошел или нет, правильно? Сколько там нужно до... Он до 240 килобайт, и вот этот фототул, он в любом случае сделает ее меньше, чем 240 килобайт. Она в любом случае уже будет годиться. А, поскольку это их тул, то он и отвечает за то, чтобы файл был достаточного размера. Да, да, да. И вам... Великолепно. В принципе, да, вам никаких вообще характеристик не нужно проверять. Эта фотография, она уже 100% будет годиться. Так. Нажимайте сейф-фото и выбирайте, куда сохранить. Все. Можно нажимать. Значит, эту часть мы сделали. Если мы пойдем через тот валидатор фотографии, которые есть у них там на сайте, то есть он как бы должен пройти, правильно? Если мы сделали в их инструменте, или может не пройти? Нет, 100% пройдет. Но даже если вы тут лицо полностью сотрете, то фото-валидатор этот, он напишет, что все равно пройдет. Почему? Потому что он проверяет технические параметры фотографии. Он не проверяет композицию, там, цвет, тень, размеры головы. Он этого не смотрит. Он смотрит только на технические характеристики фотографии. Вот, например, почему я на этой фотографии перефотографировался? Потому что на этой, которая была изначально, у меня здесь слева небольшая тень. Да, на примерах есть фотография с тенью. И там стоит зеленая галочка, что она как бы годится. Вы очень близко к стенке подошли. Да, да. Вот я к чему веду, что даже если взять вот Children, и тут ребенок стоит, и видите, какая тень слева. Прямо вовсего-силуэта. И она годится. Но я тернул сюда, что лучше перефотографироваться, чтобы это не вызвало никаких вопросов. И там не переживать. Обратите внимание, тут написано, принимается, годится, лицо ребенка смотрит вперед. И дальше написано, с правильным освещением и выражением лица. Правильным освещением. Понимаете, то есть они не говорят, что там тень какая-то. Это освещение, правильно. Но если будет сильно ярко выраженная тень, это я знаю точно, что это неправильно. Поэтому вот такая рассеянная тень, она еще пройдет. Но вот если тень прям падает, вот по-моему здесь была девочка. Сейчас, секундочку. А, про сканер, про сканер там было. Вот такая тень. Видите, как может быть автомат. Ой-ой-ой. Да, вот она 100% не годится. Пусть даже тут не в этом ошибка основная. Они говорят про зерно. Они говорят, что неприемлемо, потому что зернистость. Да, да. Ну и про тень здесь не сказано, но она точно дисквалифицирует фотографа. Нехорошая тень, да. А вот ребенок там сидит в чем? В креслеце? В чем он там? Да, он сидит в каком-то кресле. О, оно не резкое. Да, и она еще в движении снято. Не тут, как бы говорится, что или увеличьте, укоротите время выдержки, или поставьте на штатив, или на какую-то стабильную поверхность фотоаппарат. Но не сказали, что он не смотрит в камеру, обратите внимание. Хотя он не смотрит в камеру. Да. Да, ну, я думаю, вот таким вот маленьким детям, пусть даже чуть-чуть не смотрят в камеру, вот какие-то допущения, вот я вот сколько читал людей, которые там смотрел разные видео, допускаются небольшие такие погрешности. Нету к ним такие большие претензии, потому что я вот своего ребенка пока фотографировал, ой, ну это 10 минут заняло, пока получилось фотографировать. Какого возраста ребенок? Дочке у меня год и 8, а сыну вот один месяц. И того долго-долго фотографировали. То есть просто не находится в таком состоянии покоя, да? Да, да, да. С другой стороны, когда спит, можно снять. Говорят, что можно глазки-то не обязательно открыты были. Глазки не обязательно открыты у новорожденных. А новорожденный, по-моему, это до двух недель. А потом уже идет младенец. Поэтому, вот если взять вот Children, вот этот ребенок, к примеру, ну, я, он маленький, да, ему там месяц-полтора, и здесь к нему, может быть, не будет таких жестких требований, как вот этому парню, да, которому тут полтора-два года, и ему, как бы можно смело сказать, здорово у нас. Он большой, да. Да. Ну что же, хорошо. Есть что-то, Тимофей, есть что-то, что мы должны непременно еще вот выкрикнуть и сказать, ребята, там вот это святое, там обязательно что-то такое. Чего мы не сказали еще? Так, так, так. Ну, можно посмотреть на примеры, которые я пособирал, которые не годятся. Давайте. Люди могут обращаться в разные ателье, там, например, у человека вот дефект какой-то, да, как у той женщины, у нее там что-то с глазом, да, воспален. И ей, конечно же, не нравится себя такой видеть. И она не хочет отправлять такую фотографию в консульство, и она может заказать вот такую коррекцию, как бы, своего глаза. Это корректно делается за 5 секунд, как бы, и вот результат вроде смотришь, годится. Но такая фотография, ну, вы приедете в консульство, они скажут, ну, это ж не вы, например. Ну, в любом случае, зачем обманывать? Там все равно, как вы выглядите, все равно, какая у вас прическа. Я думаю, там, эта фотография нужна для того, чтобы, как бы, вы доказали, что вы читаете правила, что вы не обманываете, вы никакой не махинатор там. И кроме того, мы точно знаем, что такие изменения запрещены. То есть разрешено только с эффектом красного глаза менять, а это просто запрещенное изменение. Да, да, тем более, если здесь увеличить, видите, что здесь вспышка в одну сторону смотрит, а здесь в другую. Хотя они должны быть одинаково отражены. Как бы, вот на такую мелочь вас поймают, и пройти такой огромный путь, если вы выиграете эту грин-карту, поехать на собеседование. Оно довольно страшно, совершенно. Конечно, да. То есть тут не до эстетики, а как бы просто по правилам. Так, а еще что? Например, здесь явно человек сам себе готовил фотографию, кроме того, что она синего оттенка, что, кстати, тоже запрещено. По-моему, здесь... Сейчас, секунду. Вот видите, на этой фотографии, как в примере, написано, что баланс белого неправильно выставлен в фотокамере. Поэтому неправильно, плохой синий оттенок имеет. Оттенки, говорит, неправильно. Да, такая здесь тоже с синим оттенком может не подойти. Плюс явно вырезан фон, что тоже запрещено. И света нет под подбородком, все такое затемненное. Да, и волосы. И волосы, да. Часть лица тоже не проявилась там. Да. Здесь ребенок, с одной стороны, вроде как качественная фотография, но видно, что явная ступенька, что фотография обрабатывалась, и фон убирался. Да, да, и голова неровная там видно, да. Да, да, да. Топокоцанная. Например, вот я своего малого фотографировал, вот он у меня вот таким получился. Но и то я, наверное, перефотографирую, чтобы вот этот фон был не таким заметным. А вы не стали ему расстегивать вот так, чтобы шея была видна? А там практически нету шеи у него. Окей. Ну, я расстегивать не стал, нет. Ну, как бы... Ну, глаза хорошие, большие, смотрит в камеру, смотри, как очень аккуратно. За 10 минут его ловили, уже руки устали сдержать телефон. Мы-ка поймали. Так что, ну, в итоге, видите... А с профессиональной точки зрения, вот я как человек, который фотографией вообще не занимается, но я снимаю на камеру. И я понимаю, что если я сниму на камеру, то я могу потом развернуть это все в софтвере, который делает, например, видео, и потом я могу из этого видео вырезать любой кадр. То есть, он может быть и болт, и ребенок туда-сюда, но у меня будет нормальный кадр. Это можно из кадра сделать что-то, то, что надо? В зависимости от разрешения кадра, ну, я думаю, вполне. Потому что в любом случае 600 на 600 пикселей – это маленькое разрешение. И даже разрешение видео, стоп-кадра, оно все равно значительно больше, чем разрешение 600 на 600. Да. Поэтому, это если бы вы растягивали, тогда качество ухудшалось бы. А так вы будете в любом случае ужимать, уменьшать фотографии. То есть, это как бы легитимный способ производства фотографии? Я думаю, да. Если она выглядит как сфотографирована, то, в принципе. Потому что, я не думаю, что там сидит какой-то человек отдельный, и он просматривает. Вот это фотография с видео, это не с видео. Там здесь убирали прыщик, здесь не убирали. Там здесь чуть-чуть подкорректировали, здесь нет. Но это вполне, я думаю, если результат годится, то почему нет. Ну да, к детям вообще там сильно не цепляются. Понятно, что трудно снять. Вот почему я показываю такие примеры, потому что люди просят такие фотографии. Вот они просят сделать их чуть стройнее, просят заменить одежду, просят там этот. И казалось бы, это вроде очевидно, что нельзя, но такие же люди, как они просят сделать это в ателье, они же это так же подготовят фотографию и так же ее отправят на грин-карту. Поэтому нельзя такое делать. Нельзя вот уменьшать объем своего тела. Это фотография, она не свадебная. Мы сегодня уже читали правила, что менять нельзя ничего, кроме эффекта красных глаз. Да. Поэтому это не вопрос того, что вы должны выглядеть эстетично, а вопрос того, что вы собираетесь соответствовать правилам. Или вы соответствуете, или нет. Вы можете быть очень красивым и несоответствующим, и на этом все закончится. Просто человек может подумать, что вот я через полгода похудею, я заранее сделаю себя таким. Не надо. Вы лучше на собеседовании скажите, я похудел. И это будет честно. С чем вы не похудеете, например, и скажете, ну зачем обманываешься. На этом мы планируем. Вообще самое правильное – это не врать. Бывают какие-то экстраординарные обстоятельства, когда человек, просто вопрос жизни и смерти ему приходится, но если этой ситуации нет, есть люди, которые врут просто потому, что они как-то не понимают, как это можно не соврать. И будут врать даже там, где не надо. Вот это лишнее. Хорошо. Даже эта фотография вроде как и качественно сделана, но любой сотрудник консульства, он ее увеличит, посмотрит на эти уши и поймет, что она редактировалась. Пошли дальше. Какие у вас еще красивые… Здесь как бы человек, ну кроме самого освещения, которое в принципе здесь только с одной стороны, и вторая часть лица, она затемнена саму собой, он как бы такой сидит расслабленный, такой несерьезный, вот это, конечно же, она по характеристикам может и подойдет фотография, может быть она и… Но зачем вот так садиться? Можно просто сесть ровно, стройно, прямо, если ты уже фотографируешься на такое серьезное дело, как Гринкаста. А может быть ему и пиджак бы снять не помешало там в рубашке быть? Конечно. Тогда может и шея была лучше видна, и в любом случае относиться надо к этому более серьезнее. Да. Так. Здесь вроде качественно сделала фотография, но вот здесь, кроме того, что у парня уши закрыты, свои же прически, а у него еще и очки. А вот то, что у него, скажем, челка на лбу, это нормально? Трудно сказать. Пишут, там было написано, что волосы не должны закрывать. Не должны закрывать, да. Но если он может его, конечно, зачесать, то, конечно, лучше это сделать. Ну, наверное, можно, а что он не может? Булавочки приступить. Люди могут подумать, что вот, а я вот такой, вот я себя таким вижу, и все. Ну, ради бога. Скорее всего, никто к нему цепляться не будет из-за этого. Просто, что люди могут совершать одну и ту же ошибку в течение многих лет, подавая каждый год разные фотографии с одной и той же ошибкой. И даже если они выиграют, они же не узнают, из-за чего дисквалифицировали. Да. Пошли дальше. Это просто стоковая какая-то фотография, но на ней, в принципе, в примерах показано, что здесь человек на верхнем ряду. Что такое стоковая фотография? Ну, с интернета взята, не мною сделана. Кто-то ее подготовил. Ну, наверняка, для тех же целей. То есть просто качнули откуда? Я понял. Да, на парень сверху, это по центру он смотрит неровно, а дальше он с шапкой. Нельзя в шапку. Конечно же, запрещено, да. Девочка, почему? Потому что она с соской, и она закрывает часть лица. А здесь, как правило, говорится, что должен быть только один человек на фотографиях. Даже в ваших рук не должно там быть. Если на борожде, в принципе, да, можно поднять за грудью его держать, поднять, этого тоже не должно быть. Его надо, как на фотографии, на вот этой, положить на какую-то поверхность, и так монографировать, чтобы не было видно ваших рук. Здесь, как бы, хиджаб закрывает часть лица, а здесь полосы закрывают часть лица. Да, вот уже парня с предыдущей фотографии. Пожила женщина, у нее на второй фотографии очки одеты, что запрещено. Мало того, очки, они не говорят, что очки проблема. Видимо, старая фотка. Они говорят, что отсвечивают очки. Ну да, здесь, да, да. Здесь имеется в виду блик. Да. Но сейчас очки вообще запрещены. Да. И на третьей фотографии женщина улыбается. Но здесь, в принципе, улыбка более-менее допустима. Но, опять же, зачем рисковать? В принципе, можно найти на фото-экземплах. Там девушка где-то прям смеялась. Да, там была девушка, которая там вовсю хохотала. И там было сказано, что она чересчур это делает. И, в общем, это лишнее. Ну, здесь девочка сильно улыбается. Ну, вот я считаю, лучше так не делать. Возможно, да, эта фотография тоже и годится. Там написано так, что не должно быть чрезмерным. Улыбка не должна быть чрезмерной какой-то такой. Я думаю, если вот так сфотографироваться с такой, как бы, улыбкой, я думаю, это ничего страшного. Очень нормально. Очень нормально. Ну, что? Я просто думаю... Ой, ты какой мальчик. Да, да. Здесь парень... Сейчас я опять открою. Да. Значит, я думаю... Здесь парень сидит, как бы, боком. А он должен сидеть на фронтальном. А-а-а... Я думаю, у него голова, на самом деле, слишком большая. Когда вы сделаете из нее 600 на 600, потому что она сейчас не квадратная, то там, кроме головы, вообще ничего не будет. Да. И опять же, будет полоса пустая справа, полоса пустая слева. Что, конечно, недопустимо. И вот этот инструмент... Бачком он еще. Да. И вот этот инструмент, фототул, вот такую вот обрезанную фотографию, он даже не сможет вам сделать правильно. Да. Он вам напишет, что фотография не заполняет полностью объем. Если у вас будет обрезанная фотография. Хотя мальчик совершенно замечательный. Так. Бабички. Мне кажется, здесь, в принципе, нормальная фотография. Ну, смотрит на камеру. Смотрит на камеру. Глазки открыты. Тоже проблема того, что это при переводе в 600 на 600, там будет одна голова и... Ну, так вроде как качественная. Здесь у ребенка подбородок и щека чуть-чуть закрыты его одежды. Поэтому лучше, конечно, этого избежать. Потому что, хоть детям и делают какую-то скидку при рассмотрении коньерта, но лучше этого не... Я думаю, там еще резкости не хватает тоже. Да, да. Ну, это просто так. Поторопись интернета, поэтому... Хорошо. Тимофей, давайте вот чего. Возвращаемся к теме. Не упустили ли мы чего-то кардинально важного? Кардинально. Такого, что вот без этого ну, никак нельзя. Потому что вроде мы так говорили. Я думаю, что все-таки не стоит людям делать самим дома фотографии. Да, есть много разных примеров, что люди фотографируются на фоне холодильника отправляют, и такое годится. Есть много видео на YouTube, где люди показывают, какие фотографии они отдавали в анкету, и там видно, что они, в принципе, хуже, чем все, что мы сегодня пересмотрели. Дякую. Но зачем просто так рисковать? Я думаю, что можно пойти в отри, там вас просто сфотографируют, вы ничего не объясняют, скажите, мне нужны просто файлы на флешку, необработанные, потому что они могут вам обработать, еще там записан риен. И вот дома прийти, фототул загрузить. Во-первых, вы себе оригинал фотографии сохраните, вы всегда ее сможете потом с ней распечатать, и сами проконтролируйте весь этот процесс. Потому что, повторяюсь, те люди, которые сидят, ну, обычный человеческий фактор, они могут быть не полными профессионалами, они могут сделать вам, вот, например, вот эта фотография девочки, у нее волосы, я считаю, слишком высоко. Да, да, нехорошо. И правило четко сказано, что верхняя грань головы, она отсчитывается от начала волос. Я думаю, что она не прошла бы вот этот инструмент, который отобрезает, она бы туда не попала, потому что у нее очень... В этом месте разница между первым овалом и вторым овалом, она просто большая очень. Да, хотя стоит зеленая галочка, видите. Да. Ну, я думаю, здесь просто пример, имелся по поводу тени, по поводу фона, а не по поводу размер головы. Потом, что еще? В принципе, люди боятся обрабатывать фотографии в фотошопе, потому что обработанная в фотошопе фотография, она вот имеет в себе такую надпись, что имя программы фотографии называется Photoshop. и люди, например, думают, что эта фотография, значит, модифицировалась, и она, скорее всего, там кто-то увидит из консульства, что в фотошопе сделал, значит, где-то модифицировал. Я думаю, что это не так, потому что как еще, с помощью какого программного течения, можно сделать фотографии 606 пикселей, но фотошоп это самый такой оптимальный вариант. А вот же есть их инструмент, он же делает 600 на 600. вот, ну да, но это как бы не программное сообщение, это как бы сайт. Если вы через любой другой сайт загрузите фотографию, то он вам выдаст фотографию, которая уже не имеет этой подписи, ведь имя программы уже пустое. Это то, что нам сделал инструмент, вот этот. Да, это та, которая сделала нам инструмент. Поэтому, если вы обрабатываете фотографию в фотошопе, и боитесь, что вот эта надпись, она останется здесь, то вы можете или просто потом фотографию перезагрузить через этот фототул, который уберет эту надпись, или есть разные сервисы, которые позволяют эту надпись просто убрать с файла. Вообще удобно, через их тул пропускаешь и все уходит. Это удобно. Понимаете, в чем там трагизм как бы этого всего, драматизм. Люди говорят, я могу пойти в ателье, но те, которые там в ателье, есть очень-очень много всякого пишут, что вот ты им даешь, а они все равно, ты им говоришь, не модифицируйте, а они все равно модифицируют, они тебе делают бэкграунд, они говорят, да что там, да вы не понимаете, я там сто лет это делаю и так далее. То есть единственная защита от этого, фактически, вот то, что вы сказали, не говорить, что нужно фотографию, не говорить, что на паспорт или на визу и так далее, а потом говорят, ребята, мне просто сняться и на файл, все, и уйти. Да, ну у вас есть, например, вот видео, как быть в контексте, и вот здесь, наверное, тоже пример, что если человек вот в контексте, он понимает, какая должна быть фотография, каким требованиям она должна соответствовать, а тот человек, который сидит там, он не в контексте, ему главное сфотографировать и взять с вас денег побольше. И вы должны больше него в этих фотографиях разбираться, если вы хотите, конечно, результат. если вы делаете натяп-ляп, то, конечно, вы можете заплатить денег, вам кое-как сделают и вы кое-как не выиграете. Возвращаемся к началу этого сюжета, к тому, что я тогда сказал, что сами вы делаете или вы идете к кому-то. Если вы не в контексте, если вы не знаете правил, если вы не прочитали инструкцию, если вы не посмотрели наше видео внимательно, да, то вы рискуете. Да, да. Ну что, Тимофей, я чувствую, что у вас ребеночек проснулся. Да. Давайте мы вас поблагодарим, передадим привет и пожелание успехов всем тем, кто нас слушал и будет пользоваться вашими советами. И я тоже очень вам признателен. Давайте мы тогда закончим это дело и перейдем к производству нашего продукта, который там через, может быть, полчаса будет уже на сайте, на YouTube-канале. Давайте, попрощаемся. И вам большое спасибо за весь ваш труд. Дорога сидит идущий и под лежачий камень вода не течет. Все, идущий идет, значит, вода течет, и в общем, а мы завершаем. Счастливо, ребят. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!